В данном видео мы поговорим об одном из наиболее распространенных интерфейсов для обмена данными между модулями проектов PLIS, системной кристалли и процессоров. Это Акса и Шина. Перед тем, как приступить к его рассмотрению, я хотел бы обсудить, как же MATLAB связан с различными цифровыми интерфейсами, в которых нету ПК или МАК, на которых работает MATLAB. Для MATLAB в MATLAB имеется MATLAB Explorer. Это специальное приложение для сбора данных и управления специализированным оборудованием. SPI, I2C и другие периферийные интерфейсы могут быть задействованы на микропроцессорных системах при помощи приложения Bedded Coder, которое позволяет синтезировать код под конкретную целевую платформу и задействовать ее аппаратные возможности. Вот мы и добрались до Акса и Шины. Одним из вариантов взаимодействия MATLAB с этим интерфейсом – это отладка алгоритмов непосредственно на кристалле PLIS, когда тестовая обвязка обходится на ПК, а само учислительное ядро – на PLIS. Для работы в таком режиме в MATLAB имеется специализированное ядро, которое обеспечивает взаимодействие между одним из интерфейсов доступных ПК и Акса и Шиной. Основной же рабочий процесс взаимодействия с данным интерфейсом в MATLAB – это работа с HDL и Embedded Coder. Эти средства позволяют портировать разработанные в MATLAB из Simulink алгоритмы на PLIS, процессоры, системы на кристалле и снабжать эти разработки наиболее подходящими интерфейсами. Кроме того, алгоритм может выполняться на процессоре и PLIS одновременно, и обмен данными между разными частями алгоритма будет осуществляться как раз по данной шине. Итак, Аксай входит в спецификации AMBA и расшифровывается как Advanced Extensible Interface. Мы будем говорить про четвертый релиз данного интерфейса, а именно Аксай-4. Данная шина имеет три разновидности. В данном видео мы сосредоточимся на Аксай-Лайт. Аксай-Лайт включает в себя пять каналов. Канал адреса чтения, канал чтения данных, канал адреса записи и записи данных и канал подтверждения записи. А также предусматривает наличие ведущего и ведомого устройств. Для подключения нескольких устройств используются специализированные коммутаторы, которые разделяют адресное пространство шины. Направление передачи данных между устройствами показаны на диаграмме справа. На двух диаграммах представлены общие процедуры чтения и записи. Сначала передается адрес и команда, а затем в случае записи возвращается подтверждение. Чтобы разобрать эти процедуры более подробно, сначала надо изучить, какие сигнальные линии входят в каждый из каналов. Отмечу, что данные диаграммы иллюстрируют работу полные Аксайфор шины. Аксайлайт не поддерживает бёрст транзакции и требует передачи в адреса на каждую посылку данных. Для начала отметим, что на шине есть общий для всех устройств тактовый сигнал. Если же шина устройств тактируется от разных источников, то существуют специализированные модули для организации взаимодействия. Кроме того, имеется сигнал сброса. Рассмотрим канал адреса чтения. По нему передается адрес, с которого будут считываться данные. Наиболее важными сигналами являются линия адреса, сигнал валидности адреса, который передает мастер, и сигнал готовности принять адрес, который возвращает слейв. Теперь канал чтения данных. Здесь все аналогично. Есть чина данных, линия готовности ведущего принять данные и линия валидности данных, по которой ведомый сообщает, что он установил на шину данных валидные данные. Канал адреса записи состоит также из трех основных линий. Это шина данных, по которой передается адрес, сигнал от ведомого о готовности принять адрес записи и сигнал валидности адреса, который управляет ведущий. Канал записи данных немного отличается от рассмотренных ранее. Он состоит из шины данных и шины, на которые выставляются побайтовые флаги, сообщающие ведомому о том, какие байты данных ему нужно считать. Допустим, шина данных будет размером 32 бита. Тогда ширина линии в write-строп будет 4 бита. И для того, чтобы записать все 32 бита, значение на ней должно быть 0x0f, а для того, чтобы записать 16 бит – 0x03. В канале подтверждения записи Боресп отвечает за статус транзакции, Бывалец сообщает о валидности сигнала на линии Боресп, а третий сигнал сообщает о готовности мастера принять отклик. Итак, рассматриваем процедуру чтения. Мастер помещает адрес в канал чтения адреса, а затем устанавливает флаг ARWALLET, указывая, что адрес является валидным, и ARREADY, сообщая, что мастер готов к приему данных от ведомого устройства. Подчиненное устройство возвращает ARREADY, сообщая, что оно готово принять адрес на шине. Когда валидный как ARWALLET, так и ARREADY, на следующем фронте тактовой частоты происходит транзакция, после чего ведущие ведомые отключают сигналы ARWALLET и ARREADY соответственно. На данном этапе ведомый получил запрошенный адрес. Подчиненное устройство помещает запрошенные данные на канал READDATA и устанавливает сигнал ARWALLET, сигнализируя о том, что данные в канале действительны. Ведомый также может поместить ответ на ARREADY, хотя это не всегда обязательно. Когда ARREADY и ARWALLET равны логической единице, по следующему фронту тактовой частоты происходит транзакция. ARREADY и ARWALLET снимаются. Рассматриваем процедуру записи. Мастер помещает адрес в канал адреса записи, а данные в канал записи данных. В то же время он устанавливает флаги AVWALLET и VWALLET, указывая, что адрес и данные на соответствующих каналах валидны. BEADY также устанавливается мастером для того, чтобы сообщить, что он готов получить ответ. Ведомый устанавливает флаги AVREADY и VREADY на каналах записи адреса и записи данных соответственно. Когда сигналы валидности и готовности присутствуют как в канале адреса записи, так и в канале записи данных, происходит транзакция. После транзакции у ведомого устройства есть адрес записи и данные. Затем ведомый устанавливает BWALLET, указывая, что на канале подтверждение и валидный ответ. Следующий фронт тактового сигнала завершает обмен. Хочу отметить, что многие материалы для видео я взял с сайта Real Digital. Его логотип вы видите на экране. Могу смело его рекомендовать всем, кто интересуется цифровыми устройствами. Кроме того, не забывайте подписываться на наш канал и посещать наши оффлайн-мероприятия, анонсы которых можно найти на сайте exponenta.ru.